Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Позиционное мастерство шестого чемпиона мира Михаила Моисеевича Ботвинника еще во время его активной шахматной карьеры стало поистине легендарным. В свои лучшие годы Михаил Ботвинник, как настоящий каток, закатывал в асфальт своих соперников, не давая ни единого шанса. Сегодня мы с вами рассмотрим очень типичную для Ботвинника партию, которую он сыграл в рамках 20-го чемпионата Советского Союза в Москве в 1952 году. Соперник у него был в высшей степени принципиальный, Пауль Петрович Керрис. Конечно, взаимоотношения этих двух выдающихся шахматистов, это тема для отдельного разговора. Очень трудным соперником для Керриса был Ботвинник, и вот в этой партии, играя белыми, Михаил Моисеевич применил свой фирменный план в карлсбатской структуре ферзевого гамбита. Партия действительно получилась очень красивая с позиционной точки зрения и поучительная, так как демонстрирует во всей красе план Ботвинника в Карлсбаде. Итак, d4 сыграл Ботвинник, конь f6 ответил Керрис, c4, e6, конь c3, d5, и здесь произошел размен. Слон g5, слон e7, e3, рокировка, слон d3, конь bd7 и ферзь c2. Черная играет ладья e8. Как видно, белые пока подзадержались с развитием своего королевского коня, довольно часто здесь его развивают на f3, но Ботвинник в таких ситуациях нередко ставил его на e2. Его цель сыграть конь g3, f3, в дальнейшем e4, черные же играют конь f8. Полезный во всех отношениях ход. Защищая пешку h7, конь на f8 в то же время неуязвим для пешек и фигур соперника. И в этой ситуации довольно часто белые делают длинную рокировку, получается острая игра с атаками на разных флангах. Но Ботвинник, конечно, понимая, что в такой тактической игре Керрис может его превзойти, сыграл 2-0. В итоге получилось спокойное положение, в котором позиционные факторы преобладают. c6 сыграли черные, рано или поздно этот ход нужно было сделать. И здесь Ботвинник играет ладья a b1, начиная вроде бы типичную атаку пешечного меньшинства на ферзевом фланге. В этом положении, которое впоследствии встретилось не один раз в практике сильных шахматистов, видимо, неплохо слон e6. Так сыграл Юсупов против Портиша в 1986 году. И в конце концов, проведя очень упорную оборону, он сумел перехватить инициативу и победить. Но в нашей партии Пауль Керрис играет иначе. Слон d6. Его идея достаточно проста. В ответ на b4 можно забрать на h2, дальше шах конь g4 с отыгрышем фигуры. В итоге черные получают лишнюю пешку. Но Ботвинник, конечно, не клюнул на эту удочку, он сыграл король h1. Теперь в случае слон вьет h2, белые, конечно, размениваются на f6. И дальше забирают слона, оставаясь лишней фигурой. Поэтому Керрис играет конь g6, а белые ставят пешку на f3. Ботвинник приступает ко второму плану. Он хочет продвинуть пешку в центре и получить подвижную пешечную пару на этом участке доски. Проблема позиций черных состоит в том, что так или иначе они должны снова поставить слона на e7, чтобы ликвидировать связку. Дело в том, что простое h6 наталкивается на размен и дальше e4. Белые угрожают продвинуть пешку на e5 и сделать вилку. Видимо, черным нужно размениваться и ферзь попадет под удар белой ладьи. Кроме того, у белых будет мощная пешечная пара в центре d4 и e4. Поэтому Керрис предпочитает потерять темп, вернуть слона на e7. И белые пока что не спешат ставить пешку на e4. Ботвинник в одной из своих книг пишет, что после немедленного e4 черные разменивались и дальше играли конь g4. Эта разгрузочная операция позволяет черному впоследствии создать контригру против пешек белых в центре. Поэтому пока ладья b e1. Белые отказываются от атаки пешечного меньшинства, реагируя на изменившуюся на доске ситуацию. В этой позиции черные могли сыграть h6. В этом случае в отсутствии слона на поле d6, конечно, белым невыгодно размениваться на f6. Поэтому, видимо, ботвинник забрал бы на h6. То есть отдал бы слона за три пешки. Забрали здесь. Ферзь g6, король h8. Взятие, конь h7. Получалась неясная позиция. Совершенно непонятно, кто же здесь в итоге одержал бы верх. Но, видимо, Керрису не нравилось это положение. Поэтому он решил просто разменять чернопольных слонов после хода конь d7. Происходит размен. Конь g3, пешка была под боем. Конь f6 и ферзь f2. Очень точное решение. Здесь ферзь не подвержен атакам ладей соперника по вертикалям. В то же время он поддерживает центральную пешку d4, что скажется в дальнейшем. Также немаловажно, что тяжелые фигуры белых расположены по вертикали f. В случае продвижения пешки на e4 и возможного размена, они будут создавать давление на коня f6 или пешку f7. Слон e6. Развиваться все-таки нужно. Белые играют конь f5. Терпеть этого коня на данном поле очень сложно. Например, на ладе e8 можно пойти g4. Ну и в случае размена на этом ходу белые могут забрать и пешкой, создавая атаку по линии g. Поэтому керес сразу забирает на f5, слон бьет f5, ферзь b6 и далее e4. Наконец-то ботвинник продвигает свою пешку. Заметьте, ферзь на f2 надежно защищает на d4, поэтому черный ферзь на b6 фактически не удел. dE. Дальше fe и линия f вскрывается. Белые пешки достаточно подвижны. Керес разменялся на поле e4 с той целью, чтобы после ладья d8 создать давление на пункт d4. Но белые с помощью хода e5 вроде бы делают из этой пешки отсталую, но нападая на коня не дают черным забрать ее. Конь d5, ну и здесь конечно не размен, а конь e4. Идея ботвинника поставить коня на d6, что он и делает после конь f8. Действительно, конь на d6 очень активная фигура. Белые в то же время сразу создают две угрозы. Выигрыша качества после вилки конь c8, а также взятие на f7 с дальнейшим отскоком слона. Поэтому черные защищаются от двух угроз ходом fc7, слон e4. По линии f создается серьезнейшее давление. Черные, конечно, могли откупиться качеством, но позиция после взятия fd6 и хотя бы слон d5 cd взяли-взяли ff5. Конечно, не обещают черным ничего в плане успешной защиты. Пешка на d5 слаба, конь пассивен, опорных пунктов у него нет. Ну а белые имеют в своем распоряжении две открытые вертикали и отличную диагональ h38 для своего ферзя. Поэтому Керес терпит коня на d6, играя конь e6. Ферзь h4. Белые создают давление на пункт h7, угрожая матом в два хода. Поэтому ход g6 вынужден. Но, конечно, таким образом ослабляется целый комплекс черных полей на королевском фланге, что, конечно же, скажется в дальнейшем. Сон бьет d5, сыграл ботвинник и вскрыл линию c. Ферзь отошел на d7 и ладья c3. Очень точный ход. Здесь цель двоякая. То ли сыграть ладья h3 с угрозой взятия на h7, то ли сдвоиться по вертикали c с дальнейшим вторжением. Ладья f8. Сыграли черные. В этой позиции, конечно же, на ход ладья h3 последовало бы f5. И нельзя брать на f6 ввиду ферзь бьет d6, а ладья на e7 неуязвима ввиду мата на f1. Поэтому здесь ботвиннику пришлось подключать тактику. Позиция уже созрела для комбинационного решения. И с помощью простого хода коня f5 он увеличивает свой позиционный перевес. Конечно, здесь брать коня нельзя. Ввиду мата в три хода. Очень простая последовательность ходов. Шаг. Снова шаг. И забрали с мата. Но что же делать? Сейчас ладья на e7 под боем. Если же ею отойти на e8, то последует шаг конь h6. Нельзя, конечно, король g7. Потому что следует жертва коня и мат на h3. Ну а если отойти в угол, то тогда ферзь f6, конь g7 и конь бьет f7. В этой позиции нельзя играть. Король g8 ввиду конь h6. И дальше просто отдавая ферзя белые матуют. Но приходится расставаться с качеством. Ферзь f7. Взяли, взяли. Ну и позиция черных безнадежна. Поэтому Керрис, раз уж нужно отдавать качество, решил расстаться с ним таким образом. Ладья fe8. Но Батвинник, конечно же, качество не берет. Он понимает, что его мощный конь, который сейчас вторгнется на h6, явно ценнее пассивной ладьи черных на e7. Которая не имеет ни одного хода. Поэтому Батвинник играет конь h6 шаг, король f8 и ферзь f6. Создавая давление на пункт f7. И, конечно же, угрожая матом ферзь h8. Вот и сказались слабости на королевском фланге, созданные ходом g7, g6. Единственный ход конь g7 и ладья cf3. Сейчас на пешку создается серьезнейшее давление. Четыре фигуры белых атакуют эту слабость. Ну и понятно, просто угрожают множественное взятие на f7 с матом. Поэтому черные отдают свободу своему королю, играя ладья c8. И занимая открытую линию. Но белые забирают на f7 конем. Понятно, что коня брать нельзя, потому что белые просто забирают здесь все и остаются с лишним материалом. Поэтому ладья e6, не боясь вскрытого шага, потому что будет взят ферзь. Поэтому белые просто отскакивают на g5. Конь f5, перекрывая линию f. Ну и дальше следует конь h6. Конь на f5 под четырьмя ударами. Недавно под таким обстрелом находилась пешка на f7, которой уже нет на доске. Ну и на ферзь g7 в надежде на размены на f5. Ватвинник, конечно, просто нападает на коня ходом g4. Сейчас он просто получит лишнюю фигуру. И Керес, понимая, что его позиция абсолютно безнадежна, просто сдается. Вот такая очень интересная, красивая позиционная партия в исполнении Ватвинника и Кереса. Как настоящий бульдозер он прошелся по своему сопернику, не дав тому ни единого шанса. Надеюсь, что данная партия вам понравилась. В этом случае не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех, оставляйте свои комментарии. Спасибо за внимание. До свидания.